привет всем спасибо что зашли ко мне в гости на канал в этом видео будет тест-драйв новинок косметики или же первые впечатления косметики а именно для этого видео у меня сегодня есть некоторые новинки от бренда анастасия beverly hills а именно вот такая вот sal 3 палетка мини палетка потом есть жидкая матовая вельвет помада карандаш в новой формуле для губ от анастасия beverly hills и вот такой вот блеск для губ тоже в обновленной формуле мини-версия знаменитой туши от анастасия beverly hills это не новинка она давно уже есть на рынке давно продается в бренде но тем не менее я буду и пользоваться сейчас первый раз и три продукта от rare beauty bronzer stick который расхваливала большинство блогеров очень много положительных отзывов на разных сайтах отзывиках у этого продукта есть такой вот контур еще можно использовать потом знаменитейшие румяна в кремовой формуле тоже от rare beauty тоже на них очень большое количество разных валебных отзывов и также кисть для тонального крема для жидких продуктов всей просто хвалят что это чуть ли не самая лучшая кисть которая есть на рынке поэтому мне тоже стало интересно чтобы ее попробовать один из самых интересных продуктов на мой взгляд это тональный крем от японского бренда армк вышел он относительно недавно несколько месяцев назад liquid foundation flawless coverage оттенок у меня 201 это жидкий тональный с безупречным покрытием всего есть девять оттенков для светлых и средних тонов кожи у всех оттенков есть spf защита 20 и по 2 плюсика кроме оттенков 103 там spf 19 и по 2 плюсика и оттенка 104 там spf 12 по 2 плюсика очень знаменитый популярный премиальный бренд японии японки обожают этот бренд уже 25 лет этот бренд специализируется на базовом макияже тональные средства здесь одни из лучших японии этот тональный направлен на создание идеальной кожи для всех возрастов и особенно его оценят обладатели возрастной кожи ну что ж приступим к нанесению для начала хочу оторвать пленочку с палетки которая здесь прикреплена на зеркале так что немножечко и smr в студию как же сильно я обожаю именно открывать новую косметику срывать с ней упаковки пленки это просто какое-то бьюти маническое наслаждение это действительно просто нечто начнем конечно с тонального крема перед тем как его использовать обязательно нужно хорошо взболтать обожаю звук новой косметики вся косметика которую я сегодня использую специально берегла для сегодняшнего видео чтобы вместе с вами оценить именно первые впечатления данной косметики на лице у меня конечно сейчас абсолютно ничего не нанесено кроме ухода это лосьон сыворотка и ухаживающий крем с spf защитой вообще на сайте указано что этот крем лучше всего наносить именно при помощи пальцев при помощи рук но я хочу попробовать обычное стандартное нанесение как это мы все в основном делаем либо спонжем либо бьюти блендером и с другой стороны я попробую нанести все-таки пальцами как это рекомендует бренд спонжем очень хорошо распределился надеюсь на камере это тоже заметно абсолютно не западает в пор он как будто действительно знаете вот поверх поверх кожи лежит но не в том плане что он как маска выглядит а именно знаете это как ваша вот вторая кожа реально классно просто идеально он лег вообще не западает не в морщинки не подчеркивает пора мне кажется как будто знаете наоборот как будто он наоборот сгладил кожу и разные всякие недостатки шероховатости там вот где были у меня пост акне их визуально знаете как эффект фотошопа как будто зафотошопил жизни сейчас со второй стороны попробую нанести именно при помощи рук интересно как он будет наноситься конечно при помощи рук не очень люблю я пальцами руками все это дело наносить но что же раз бренд нам с вами рекомендует сделать так так в таком случае конечно попробуем рекомендации бренда слушайте даже при помощи пальцев реально тоже круто круто наносится вообще я в шоке просто но в приятном косметическом шоке посмотрим насколько хорошо этот тональный крем перекрывает разные покраснения на сайте заявлено что этот тональный крем создает глубокое сияние которое исходит изнутри кожи стойкий долго держится сохраняет влагу и обеспечивает красивый внешний вид в составе есть шесть видов увлажняющих ингредиентов это масло ши эссенция шелка гиалуроновая кислота ацетил глюкозанин и ниацинамид сквалан пишите в комментариях насколько вам нравится результат от этого тонального крема ну по крайней мере то что я сейчас вижу в зеркале мне действительно вообще очень полюбился просто с первого взгляда этот тональный крем он не выглядит как я уже сказала маской абсолютно такое чувство действительно как будто это ваша кожа но лучше и даже вот мы с вами сейчас смогли протестировать там где мне было покраснение на шее мне кажется он неплохо с этим покраснением справился то есть даже подойдет людям у кого склонная к красноте или тоже появляются периодически разные пятна на коже на лице действительно классно перекрывает все нюансы при этом не заметен на коже и кожа остается такая знаете живой светящийся финиш но не выглядит абсолютно как какой-то жирный блинчик а вот реально вот это знаменитое холёное свечение сияние кожи изнутри дает это средство ну и по первым впечатлениям довольно быстро усаживается этот тональный крем в морщинке не западает не подчеркнул мне никакие мимические морщинки морщинки от сухости которые есть и не окисляется что самое важное терпеть ненавижу просто когда тональные средства и вообще любая косметика окисляется покупаешь один цвет наносишь его на коже и в итоге через пару минут получается абсолютно другой то есть это огромнейший плюс этому тональному средству и конечно же она подойдет для возрастной кожи и для кожи с разными проблемами например как сухость чрезмерная потому что здесь как я уже сказала есть уходовые компоненты ну и конечно немаловажный плюс это то что здесь очень красивая люксовая баночка и прикольно сделано вот этот верхний пластик похож как будто это дерево но на самом деле это пластиковая крышка и плюс сама баночка чувствуется знаете что вы держите в люках хорошие тяжелый люкс тяжелая увесистая классная стеклянная матовая баночка ну что ж давайте теперь перейдем дальше переходим к бронзеру но я его буду использовать немножко знаете как скульпта кто мне помешает в этом никто правильно и как раз открою вместе с вами сейчас новую ки и и хранила честно хотела очень давно уже ее открыть у меня примерно месяц лежит эта косметика все ждала этого обзора никак не могла дождаться и вот наконец-то чудо свершилось поэтому вместе с вами сейчас буду открывать это чудо кисть хотя здесь есть какая-то штука уже тебя открыть вот за что мне не нравится точнее за что я люблю именно японских люксовых производителей то что у них когда ты покупаешь косметику все продумано до мельчайших деталей если это кисть а там уже будут всякие штучки которые те помогут это открыть то здесь вот в американском бренде мне приходится брать отдельно ножницы и теперь как бы не порезать ворс самой кисти я просто думаю надо очень аккуратно это все дело открывать точнее здесь была вот такая вот штучка вроде бы как для открытия но сюда даже с учетом того что меня сейчас маникюра нет абсолютно никак не подобраться к этой части то есть не знаю вам заметно нет здесь есть такая вот эта штучка которая предполагает что потянув за нее можно открыть но я не знаю каким образом конечно сюда можно схватиться попробую сейчас конечно это сделать пинцетом ну конечно все гораздо проще а что делать тем у кого нет пинцета непонятно слушайте но конечно по первому впечатлению кисть реально прикольная очень мягчайший несмотря на то что здесь синтетика реально очень очень мягкий ворс как будто это знаете ворс из какой-то дорогой элитной козочки из по типу кистей хаку ходу или чеку ходу ладно хватит болтать поэтому давайте быстрее перейдем уже к нанесению самого бронзера оттенок бронзера по-моему я забыла сказать у меня называется bright сайт слушайте это реально я не ожидала очень пигментированный продукт наверное с первого раза такую жирную двойную полосу какие-то сделала лучше наносить лучше по чуть-чуть небольшую поставить точку небольшую полосочку и растушевывать а после этого уже добавлять просто что-то не ожидала что это настолько будет пигментированный продукт сейчас вижу на камере кажется такая огромная жирная пятно полоса от этого бронзера есть но в зеркале то есть когда я смотрю на себя в зеркало это выглядит как это выглядит как тень а на камере почему-то все гораздо ярче сейчас с этой стороны я попробую растушевать его именно спонжем а не кистью посмотрим как он будет тушеваться с помощью спонжа так немножко наношу не повторяю своих ошибок ну да как я сказала конечно лучше сделать небольшие несколько таких вот поставить чем я сегодня соображаем чек-то сказать лучше поставить конечно сначала две точки пары парочку таких небольших точек и после этого их растушевать нежели как я сначала сделал такую жирную явную полосу какой результат вам понравился больше с помощью кисти или же с помощью спонжа мне если честно говоря понравился результат больше именно со стороны там где наносила растушевывала спонжем но это потому что я добавила чуть-чуть но сейчас хочу попробовать наслоить его потому что для видео как-то всегда хочется чтобы макияж был поярче в зеркале иногда знаете бывает смотрится что очень яркий макияж но при монтаже видео потом я смотрю когда ролик сам монтирую вообще какая-то просто бледная моль поэтому конечно хочется для видео сделать мейк поярче гораздо как всегда все просто валится из рук все падает кошмар какой-то с помощью кисти мне кажется он немножко ярче будет тушеваться как мне показалось несмотря на то что его нанесла в два слоя когда тушевала спонжем здесь он все-таки мне кажется более натурально более смешался с кожей поэтому конечно для тех наверно кто любит более яркий макияж на себе лучше использовать кисть для тех кто любит более натуральный нюдовый мейк конечно лучше использовать beauty blender но и с тем и с тем мне очень понравилось как легко он растушевался как легко нанесся и абсолютно не поднял мне тональный крем нет никаких дырок нет никаких проплешек макияжа теперь я понимаю почему у него очень много классных крутых отзывов хвалебных у этого продукта но и теперь пришла очередь знаменитых румян от rare beauty много кто их тоже хвалил рассказывал какое-то чудо средство поэтому мне не терпится попробовать уже побыстрее эти румяна попробую набрать именно сначала при помощи попки бьюти-блендера такое зеркальце маленькое слушайте это настолько мило это настолько так мило такое милашество прям идеально сюда подходит японское слово каваи реально каваи не зеркальце ну конечно что здесь можно увидеть непонятно абсолютно можно кусочек глаза например увидеть можно кусочек губы носа конечно делать макияж при помощи такого маленького миленького зеркальца это не вариант поэтому возьмем палетку анастасия кстати очень понравилось мне здесь зеркало не во всех потому что не во всех брендах есть хорошие качественные зеркала попробую теперь с другой стороны нанести именно как показывала селена гомес основательница этого бренда нанести именно при помощи подушечек пальцев ой нет 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 сразу сразу нет 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 конечно при помощи подушечек пальцев это дело наносится все действительно очень ярко просто какая-то морфуши на меня сейчас смотрит из зеркала поскорее это безобразие нужно убрать ну что сказать в плане первых впечатлений от нанесения конечно мне понравилось наносить именно при помощи бьюти блендера нежели при помощи пальцев при помощи пальцев мы это сейчас могли наблюдать это просто сразу такое огромное розовое пятно поэтому лучше конечно наносить и наверное или какой-то возможно даже вот такой вот легкой кистью или же все-таки при помощи бьюти блендер но я теперь хочу побыстрее припудрить лицо возможно пудра поможет убрать излишнее излишне этот румянец пудра сейчас буду использовать от шарла тилбери более подробно об этом бренде рассказывала в предыдущем видео там ролик просто обо всей косметики шарла тилбери которая существует в этом мире поэтому кто интересуется этим брендом добро пожаловать переходите после просмотра этого видео переходите на видео все у косметики шарла тилбери переходим к одному из самого долгожданного тест-драйва в этом видео которое просто хранила и уже быстрее хотела использовать это палетка теней салтри мини палетка от анастасия beverly hills базовая мини коллекция теней для век состоящая из девяти полно пигментированных оттенков включая нейтральные холодные матовые и металлические оттенки ну и что же пишет на своем сайте об этой палетке теней анастасия beverly hills это то что это незаменимая мини коллекция дымчатых теней для век отличается высокой пигментированной легкой растушевой формулы анастасия beverly hills и предлагает универсальную цветовую гамму для создания любого образа от нежного до эффектного и также на сайте заявлено что здесь полно пигментированная формула обеспечивает высокую отдачу цвета и наращиваемую интенсивность состав препарата не входят в талаты минеральное масло спирт тальк ароматизаторы и парабены произведено без насилия сделано с любовью вообще вся косметика анастасия beverly hills имеет маркировку колте фри то есть не тестируется на животных думаю это важно сказать для тех кому это очень важно честно говоря я не имею никакого референса или представления о том какой я хочу сделать макияж с помощью этих теней буду сейчас вместе с вами первый раз их использовать реально хранила прям для этого видео чтобы были самые настоящие первые впечатления по ощущению знаете как обычные стандартные тени анастасия beverly hills довольно гладенькие при сводче просто не могу определиться какой цвет я хочу нанести первый хочу начать складки со складки века поэтому меня заинтересовал вот такой вот цвет и вот такой вот серый мне кажется вроде бы наверное все таки если для холодного макияжа который я хочу сейчас попробовать сделать подойдет наверное больше вот этот вот серый цвет хотя и вот этот вот верхний такой более камел более такой вот коричневый оттенок мне кажется им будет наверное легче сейчас пользоваться просто вот таким просто вот такими вот супер серыми тенями и складки века когда их оформляешь бывает такая бывает такой нюанс может быть что получится знаете как будто небольшой синяк поэтому не хочу рисковать и начну я наверное все таки вот с этого более такого теплого оттенка да стандартные сыпучие уже вижу тени от анастасия beverly hills поэтому конечно нужно каждый раз я думаю особенно если вы уже нанесли какие тональные кремы чтобы не было таких отсыпаний лучше конечно излишки убирать перед этим я хотела нанести базу под тени от анастасия beverly hills на один глаз и на второй глаз в качестве бра базы хотела нанести консилер от art shape tape посмотреть на чем лучше будут или может быть одинаково будут держаться тени в течение дня на базе от анастасия или же просто на любом консилере база по тени и и стандартная которая тоже уже миллион лет просто продается на ее сайте на ней тени любые тени которые я наносила на эту базу всегда всегда держались отлично хорошо и еще конечно то что я заметила использую эту базу то что тени немножко ярче немножко ярче отдают пигмент если наносите поверх этой базы ну и на второй глаз я нанесу обычный консилер большой плюс того что он нужен довольно маленький расход сейчас я конечно большую такую точку поставил на самом деле можно было гораздо меньше я сейчас половину даже вытирала просто за кадром сидела потому что настолько это пигментированный продукт и которые реально круто разносится и маленькая точка прям хватает реально на большую область лица так ну что ж начинаем теперь переходим к нанесению тени нанесение теней как я уже сказала буду использовать такой светло-коричневый нейтральный оттеночек начну с оформление складочки века наношу его в складку тени в принципе как стандартные тени анастасия beverly hills хорошо пигментированы и действительно и действительно не залипают не остается знаете как бывает от теней когда ты прикасаешься только кистью к веку и остается пятна может оставаться пятна которое потом тяжело растушевать здесь нет здесь вот именно очень хорошо и легко это все дело тушуется вот в принципе то о чем я и сказала буквально пару минут назад то что на этой базе тени выглядят гораздо ярче нежели на любом консилере несмотря на то что консилер выглядит более плотно казалось бы здесь более плотно должен передаваться цвет в сравнении с тем как полупрозрачным цвета нанеслась база но надеюсь вам заметно на видео что вот даже сейчас при растушевке этот глаз где наносила базу от анастасия beverly hills здесь тени легли более более плотным цветом слоем теперь все же хочу я добавить не дает мне покоя вот этот вот светло-серый цвет и хочу его немножечко совсем добавить в складку века для большего углубления как бы глаза да я уже чувствую что никакого нюдово нюдового нюда у меня сегодня не будет наверное если опять же таки еще расскажу мне нужен нюдовый нюд это не к теням анастасия beverly hills возможно если только набрать какой-то полупрозрачный светлый оттенок и легонечко-легонечко нанести слегка сатинчик но мне кажется даже в этом случае это настолько реально пигментированной тени что здесь очень тяжело сделать что-то натуральное полу полупрозрачное чтобы были легкие тени на глазах нет ну и на нижнее веко раз уж пошла такая пьянка в плане того что уже никакого нюдового макияжа не получится попробую нанести вот этот вот темно-коричневый оттенок темно-коричневый цвет начну его наносить именно с внешнего уголка глаза посмотрите насколько пигментированные тени попробую сейчас почистить это все безобразие просто обычно чистой кистью без теней теперь этот же оттенок добавлю в внешний уголок глаза для того чтобы соединить нижнее веко и для того чтобы вытянуть темным цветом внешний уголок глаза и теперь добавлю вот этот самый светлый оттенок сатиновый именно в центр в центр во внутренние центр глаза во внутренний век что-то уже совсем заговорилась в общем добавлю вот в эту область и этот же цвет добавлю во внутренний уголок на нижнее веко для того чтобы высветлить эту зону совсем немножко слушать я немножко немножко но я чувствую реально у меня сейчас просто будет реально какой-то цирковой тематический макияж ох уж это анастасия beverly hills ну вот реально с ее палетками но это ну блин нюдовый нюд и что-то натуральное и анастасия beverly hills это конечно вообще две несочетаемые вещи какие-то я даже не знаю какой бы сегодня подошел из этих вот металликов ярких оттенков интересно какой бы вы выбрали для этого макияжа глаз мне нравится вот этот цвет но за счет того что здесь уже довольно яркий такой вот светлый пигмент светлый цвет есть мне кажется они будут между собой слишком сливаться поэтому наверное все же я выберу вот такой вот немножко бежево-золотистый такой вот сатинчик знаете что если не можешь определиться с чем-то одним то почему бы не взять сразу два вот и я сейчас хочу наверное возьму попробую сразу вот эти вот два оттенка начну с вот такого вот светлого серебристого цвета нанесу его ближе к центру глаза но хотя кистью вы знаете он не так ярко наносится сейчас как это я как как он наносился именно пальцем на сводч и попробуем сейчас пальцем и и теперь добавлю совсем немножко вот этого вот свет такой знаете как бронзовое золото я бы его назвала и добавлю его именно ближе к краю глаза ой слушайте очень сыпучие тени вот реально я уже сейчас вижу как они у меня осыпались я надеюсь они легко уберутся добавлю его прям на центр глаза для того чтобы они как-то вместе воедино соединить всю эту тушевку все эти цвета ну что ж за кадром я уже накрасила второй глаз также и добавила на ресничную линию в межресничку и также нарисовала стрелочку с помощью вот этого черного оттенка черного цвета действительно очень яркий плотный черный цвет и получается сама стрелочка как будто я ее нарисовала практически карандашом ну и что касается самих теней то конечно то что я надеялась на то что анастасия вылетел изменила формулу изменила сыпучесть этих теней но нет они у меня благополучно надеюсь вам будет заметно вот в этой области под глаза очень благополучно замечательно осыпать абсолютно кистью эти сыпашки они не убираются поэтому придется наверно сверху именно использовать с остатками тонального крема бьюти блендер только лишь с помощью бьюти блендера точнее ли спонжа с остатками тонального крема можно убрать эти сыпашки с помощью кистью они абсолютно не смахивается не наоборот такое чувство как будто еще больше сильнее въедались мне в кожу поэтому если у вас вдруг такая же будет проблема с тенями от анастасии беверли хилл сразу убирайте сразу либо наносите первыми эти тени после уже тональный крем но если вы сделаете такую же ошибку как и я сначала сначала тональный крем а после этого уже тени то конечно лучше убирать именно с помощью бьюти блендера на котором есть остатки тонального крема и теперь давайте перейдем уже наконец-то к нанесению туши перед этим конечно керлером под подкручу реснички я использую свой самый любимый керлер от шесейда такая вот маленькая у него формула формула формах с помощью которой удобно конечно полностью равномерно прокрутить все реснички от центра до самого края с меня с помощью обычного керлера такого результата не получается всегда в центре они самые накручены а по бокам получается менее поэтому конечно я лично для себя люблю использовать именно вот этот маленький керлер с маленькой формой для подкрутки ресниц и что касается туши для ресниц на сайте написано что это интенсивно угольная черная тушь для невероятного объема специально разработанная щеточка для туши форме песочных часов отдельно покрывает каждую ресничку насыщенной пигментированной формулой которая скользит не утяжеляя ресницы всего лишь один слой дает идеальное количество продукта и вы получите пышно отчерченные ресницы которые продержатся везде ну с первого раза слушайте мне нравится результат она как бы разделяет идеально прокрашивает и реснички кажутся знаете вот пушистыми натуральными реально угольно-черными вот с первого раза мне результат если как для дневного макияжа конечно не такого как у меня сейчас которые сейчас здесь хочется гораздо больше плотные наверно даже накладные ресницы то если вот брать один слой как для дневного макияжа мне нравится какой эффект получается у этой туши вообще насколько я поняла у анастасия beverly hills у нее отсутствует туши водостойкой формуле есть только обычные стандартные мне это не очень нравится потому что я в основном всегда пользуюсь только лишь водостойкими тушами потому что у меня ресницы максимально прямые максимально смотрят вниз и любая какая бы классная тушь не была объемная в любом случае сначала у меня это все красиво подкрученный объемчик а буквально через 20 минут даже не через 20 минут 10 уже это все дело начинает опускаться поэтому я всегда использую именно только лишь водостойкие формулы туши если у вас такая же проблема с ресницами конечно я бы вам советовала тоже в таком случае попробовать именно водостойкую формулу конечно для прокраски именно нижних ресниц мне кажется эта щеточка на слишком большая и нужно очень аккуратно иначе можно задеть именно кожу которая находится под этими ресницами но для верхних ресниц мне кажется это идеальная щеточка реально дает такой классный объем с одного нанесения получился вот такой вот результат ну за то что я говорила из-за того что мне ресницы максимально прямые смотрят вниз они уже моментально под этой тяжестью туши начали опускаться вниз и уже практически этого завитка от кодлера его не видно поэтому конечно это огромный минус то что нет у анастасии библи хиллс туши в водостойкой формуле ну и давайте попробую нанести теперь еще один слой ну да со второго раза конечно получается более яркий эффект но конечно завиток я уже вижу как он моментально потихонечку потихонечку опускается но так то в принципе я думаю кого нет такой проблемы как у меня у кого ресницы нормально держит обычную тушь не водостойку в течение дня этот завиток мне кажется она понравится объем действительно моментально получился и вот когда вы наносите она немножко как бы подкручивает ресницы то есть если у вас нет проблем с тушью нет таких ресниц первых как у меня которые смотрят вниз я думаю этот уж вам понравится но мы конечно посмотрим как она проносится в течение дня не осыпется ли и не отпечатается ли так макияж глаз наш готов с вами теперь переходим наконец-то к завершению этого макияжного банкета и переходим к губам карандаш для губ помада и блеск для губ начну конечно с карандаша для губ и у меня это первый мой карандаш для губ от бренда настасия beverly hills у меня есть огромное количество разных помад вообще разные другой косметики об этом наверно тоже нужно сделать отдельное видео полный обзор на этот бренд но вот что касается карандаша для губ это мой первый карандаш для губ и очень приятно что его сама не покупала на сайте настасия beverly hills часто бывают разные подарки за покупку распродажи и собственно когда я покупала эту палетку теней в подарок мне подарили полноразмерные обычный такой хороший блеск который можно купить отдельно и плюс можно выбрать было цвет себе самостоятельно который тебе нравится то есть очень приятно и также когда я покупала эту помаду на официальном сайте настасия beverly hills подарок шел полноразмерные обычный стандартный карандаш который можно купить отдельно и у него плюс то что можно было точно так же как и у блеска самостоятельно выбрать понравившийся себе цвет обожаю думаю и все это обожают когда бренды не жадничают и очень щедрые когда такие подарочки просто дают они какие-то знаете миниатюрки которые стыдно вообще кому-либо показать а здесь просто реально полно полноразмерные единицы которые продаются отдельно классно слушайте карандаш меру мягкий не сильно жесткий и идеально мне кажется передает пигмент нет такого что слишком яркий цвет как это бывает когда некоторые карандаши не слишком мягкие у них яркий пигмент они могут прям сразу таким ярким цветом передавать здесь это передается все очень плавно очень нежно и можно наслаивать и в то же время не знаете когда если карандаш он слишком когда твердый и пигмент практически вообще не передается здесь мне кажется вообще идеальная формула реально крутой карандаш и еще с учетом того что это подарок за покупку я просто вдвойне рада оттенок карандаша я забыла сказать у меня baby rose и мне кажется я идеально по интернету подобрала именно цвет карандаша к цвету помаде они просто мне кажется идентичного цвета помада у меня в оттенке краш помада из серии lip velvet губной бархат бархатиста гладкий мусс для губ невесомого матового цвета мягкий и комфортной в носке то как заявляет на сайте анастасия beverly hills бархатиста гладкий мусс для губ с невесомым насыщенным пигментом истинно матовым цветом мягким комфортным в ношении и разглаживающим финишем для губ который позволяет подводить и наносить многофункциональную мягкую палочку форме капли это так понимаю мягкая палочка форме капли она имеет ввиду что здесь такой супер удобный аппликатор для губ нанесу я наверно сначала немножко и хочу попробовать растушевать пальчиком чтобы посмотреть насколько будет натуральный эффект даст эта помада интересный эффект получается именно если наносить пальчиком растушевать знаете это мне напоминает как корейские вот эти вот матовые тинты или даже не тинты которые матовые такие вельветовые корейские жидкие помады для губ очень похожи а мне интересно даже где она сделана давайте с вами посмотрим они в корее или часом сделана это помада вау made in china вот это удивление обычно вся косметика которая была у меня от анастасия beverly hills она всегда была сделана made in usa то есть сделана в америке поэтому для меня сейчас удивление и откровение в том плане что помада сделана в китае может поэтому она очень сильно похожа вот на корейские вот эти вот муссовые помады потому что в китае тоже часто производят именно корейские разные бренды есть производство которое в китае реально очень похоже на корейскую косметику интересно где был сделан блеск для губ а блеск для губ сделан в италии ничего себе просто полный разброс разброс всей косметики от анастасии beverly hills по миру где она была сделана а карандаш для губ сделанной чехии но если наносить в один слой мне очень нравится получается реально такой носибельный дневной красивый жизненный эффект знаете такой дает как будто эффект зацелованную губ давайте теперь хочу нанести ее вторым более плотным слоем посмотрим насколько она будет хорошо держаться если нанести ее в два или несколько слоев ну что я могу вам сказать в плане помады здесь я уже конечно приятно удивлена потому что у меня были раньше помады от анастасии бабли хилл своем матовой жидкой формуле это был просто тихий ужас потому что не так безумно сушили губы и подчеркивали просто все морщинки любые как обычно у меня всегда садится батарея на самом ненужном месте забыла что рассказывала потом при монтаже наверно посмотрю в общем я говорила насколько я помню о помадах которые у меня были до этого от анастасия beverly hills они имели очень сущую формулу губы они реально просто какую-то куриную попку вот так вот ссыхались но это реально было не комфортно это было некрасиво во первых и во вторых это было супер некомфортно то здесь меня анастасия beverly hills очень сильно удивила в хорошем смысле своей новой формулы абсолютно не чувствуется на губах даже с учетом того что я нанесла в два таких вот плотных слоя и не здесь ни вкуса ни запаха это огромный плюс для помад ненавижу помады которые я ощущаю в течение дня если запах такой более-менее легкий еще могу простить то если у помады есть вкус это для меня просто сразу нет здесь ни вкуса ни запаха то есть это сразу огромный огроменный плюс ну и конечно же я забыла совершенно забыла про блеск для губ здесь на сайте заявлено написано что можно сочетать с карандашом для губ или матовой помады для дополнительного объема при сухих губах перед нанесением нанести можно как праймер для губ то есть я понимаю что здесь есть уходовые какие-то увлажняющие компоненты при сухих и шелушащихся губах перед нанесением используйте мягкий отшелушивающий крем для губ то есть если наверно сильно пересушенные губы он не справится для легкого увлажнения вполне может подойти можно было в принципе найти этот блеск в самом начале макияжа о нем совершенно забыла для того чтобы как раз посмотреть насколько хорошо он увлажняет губы ну ладно хорошо хоть в конце макияжа не забыла его нанести оттенок блеска у меня называется honey kisses медовый поцелуй и на губах абсолютно никак не ощущается это средство нет ни вкуса ни запаха и не дает липкости то есть у этого блеска полностью отсутствует липкость это тоже огроменный плюс очень комфортно это средство ощущается на губах мне все продукты реально понравились я просто ну приятно удивлена особенно меня поразила глубины моей души макияжной косметического бьюти маньяка это японский бренд это японского от японская вам тональный крем от японского бренда рмк просто же концу видео начинаю заговариваться здесь все прекрасно начинаю от внешнего вида и конечно заканчивая там тем как он красиво лежит на коже какой красивый эффект от него получается мне кажется его уже замечательно похвалила в начале этого видео не буду повторяться бронзер стик от rare beauty тоже классный идеальный продукт который подойдет даже новичкам идеально наносится конечно не нужно наносить прям сразу знаете такими инстаграмными полосами как это модно при контуринге делать видео всяких коротких инстаграмных нет лучше нанести немножко несколько точечек и растушевать себе если вам понадобится побольше яркости еще раз добавить нежели как это сделала в начале видео я потому что если с одного раза сразу если много нанести это действительно получается слишком плотный слишком плотный такой цвет поэтому лучше понемножку добавлять в общем контур стик это действительно классная вещь я понимаю почему у него теперь много фанатов теперь я понимаю почему у него действительно много фанатов и одним из них стала теперь я я действительно думаю когда мне этот продукт закончится я наверное с вероятностью с 90 процентов все-таки повторю эту покупку мне даже кстати захотелось купить еще один такой же продукт но только в более холодном более таком сером что ли цвете который именно можно было бы использовать не как бронзер а как контуринг как контуринг лица нужно будет посмотреть на сайте какие там цвета еще есть если есть такой конечно оттенок который можно для контуринга использовать я наверное себе еще один такой же продукт куплю в другом цвете что касается румян Слушайте, мне очень нравится Вообще вот эта вся эстетика Косметики от Rare Beauty Это настолько так мило Это настолько по-дивичьему Реально прям душонку макияжную греет Очень красивые все вот у нее упаковки Действительно чувствуется, что человек Подходил не просто как к созданию бренда Лишь бы деньги заработать А человек в это вложил свою душу и сердце Выглядит очень жестственно Очень так бьюти-бьюти на макияжном Ну и конечно же, что касается самого продукта Реально классный, крутой продукт Который дает натуральный Что же у меня здесь постоянно происходит Ой, кошмар какой Как же это все убрать? Никак Который дает натуральный румянец Но опять же таки, мне больше понравилось наносить Именно с помощью попки бьюти-блендера Нежели с помощью пальцев С помощью пальцев все-таки очень яркий эффект получается Хотя, возможно, для летнего макияжа Когда нет плотного тонального крема Когда более такое все на чурель Более ньют Возможно, можно и с помощью пальцев Когда особенно нужен эффект загорелого лица В общем, румяна тоже крутейшие Буду ими пользоваться с большим, превеликим удовольствием Теперь, что касается палеточки От Анастасия Беверли Хиллс В плане самой упаковки, как я уже отметила Удобно то, что зеркало открывается больше, чем наполовину И плюс само качество зеркала мне очень понравилось В зеркале очень классное, хорошее отражение Нет вот этого эффекта легкой даже замыленности Как бывает в других брендах Здесь, конечно Здесь, конечно, наверное, все же нужна какая-то сноровка, что ли Умение тушевать, умение сочетать цвета И, конечно, большой минус то, что слишком большая для меня лично пигментация Опять же, для кого-то, кто любит яркие макияжи на себе Вам очень, я думаю, понравится Потому что они не плешевят В принципе, они хорошо тушуются Нормальные, хорошие, качественные тени За исключением того, что они могут лишь осыпаться Ну и, в принципе, мне нравится, как одинаково хорошо тени растушевались И передали свой достаточно яркий пигмент И на консилер, который я наносила на этот глаз И на праймер-базу под тени Вот Анастасия Беверли Хиллс И там, и там тени хорошо нанесли Без проплешин и довольно ярким своим цветом Это реально даже не тени, мне кажется, это пигменты Это вот реально больше относится, наверное, к категории пигментов Потому что настолько здесь яркие цвета База по тени тоже идеальнейший продукт Если вы искали какой-то праймер-базу по тени Покупайте смело Анастасия Беверли Хиллс На ней, на этой базе любые все тени идеально держатся Идеально тушевка держится в течение дня И хорошо тушуются любые тени Поэтому базу я могу однозначно вам посоветовать Ну и про карандаш для губ, помада и блеск Я уже сказала только что, поэтому не буду повторяться Так-то мне, в принципе, вся косметика нравится По первым впечатлениям Повторюсь еще раз, особенно тональный крем Поэтому берите на заметку Те, кто искали классный тональный крем Берите на заметку именно вот эту серию От бренда японского АРМК Обязательно попробуйте, если у вас есть такая возможность Оттенок у меня 201 Надеюсь, вам понравился сегодняшний тест-драйв новинок косметики Видео было для вас информативным, полезным Буду благодарна всем, кто оценит это видео Лайком поставить пальчик вверх И, конечно же, пишите комментарии Какая косметика вас интересует Или на какие темы вы бы хотели увидеть Мои следующие ролики На сегодня это все Пока-пока До новых встреч До новых видео